Так что мы сказали, что вот это обещание о приходе мышей, если значит что добавило то, что оно теперь рамбам принес третью вещь, то оно берется от того что мы знаем про города убежище. Вроде Тора нам это сказала, Тора вечная, Тора меняется, что же это за добавка, что это делает сильнее, то то же самое. Так мы говорили о том, что когда речь идет о пророчестве, пророчество зависит от того, или человек заслужил, или общину заслужил, если это было сказано в публике, тогда Всевышний говорит, я это не меняю, для того чтобы вы знали, что как доказать пророку, но это не говорит о том, что само пророчество может измениться, только за другой причиной не меняется. То есть это вечность, это истина, но оно имеет правило. Если то, что Всевышний обещал, не заслужили, оно уходит. Поэтому если это сказано лично пророку, если это не дошло до масс, тогда это так и не выполнится, не дай Бог, хорошее обещание. Не обязательно, что выполнится. А если бы высказано было, то хорошее? Если бы было высказано и было дано знать людям, даже если евреи уже не заслужили, оно все равно выполнится, потому что он это сказал пророку, потому что Всевышний ему важно для того, чтобы мы знали, что есть пророк, что таким образом мы обязаны его слушать. Тогда он имеет человека, который может нам донести, потому что мы должны его слушать. То же самое в рассказах Торы. Также то же самое, это и есть обещания, которые записаны в Торе. Раньше мы говорили про пророчество. Теперь есть следующая категория. Когда Всевышний в Торе что-то обещает, что практически их исполнение зависит, как Всевышний их обещал, зависит от условия и постановки по правилам. Если это написано обещание без условий, тогда оно... Сто процентов должно выполнится. Если это написано, это обещание без условий, это тоже не обязывает, что оно выполнится в простом смысле, как мы понимаем. Не обязывает? Не обязывает даже это. Как мы находим в комментариях правила, что то, что Всевышний обещал, может не исполниться, потому что Шема и Грамахет. Потому что, может быть, оно не выполнится, потому что евреи могут согрешить. Есть ли пример? Да. Что это включается также на обещание открытое, которое есть в Торе. Как написано в Брайсе, Брайсе говорит так. Мы читаем каждый день воз Йоши, пока пройдет твой народ Бога, пока он пройдет, пока ты его купишь. Это первый раз, когда евреи пришли в Израиль. Во времена Ешуа. Раша комментирует. А потом написано, Ад-Явор Ам-Хо-Шем, потом Ад-Явор Ам-Зу-Конису. Ад-Явор Ам-Зу-Конису. Это, говорится, второй приход, когда евреи придут в Израиль, когда вышли из голоса Бога. Во времена Эзра. Тюдор, говорят мудрецы, что евреи заслужили, чтобы им были сделаны чудеса, также во времена Эзра. Как было чудеса, когда еще Бенун вошел в Израиль. Похожие чудеса должны были быть во время Эзра. А, к сожалению, мы знаем, что так не было. Во время Эзра не было чудес. Эзра собрал еле 40 тысяч евреев, которые были готовы идти строить храм. И там они строили, были бедные, строили из простого камня и так далее. Очень бедные. И больших чудес не было. Данхура задается вопрос, что это обещание? Написано в Торе, в письменной Торе. До того времени, когда было второе время, когда пошли во время Эзра, в Торе не меняется, в Торе нет изменений. И ни уменьшения, ни добавки. Как же может быть, что произошло изменение в этом обещании? Оно не выполнилось практически. Мы защипыте и ты. Не важно, за какой причины. А во-первых, не говорится про обещание. В смысле чудеса. Я вас проиннесу. Ну, Барайса. Хумыш не говорит, но Барайса объясняет смысл этих слов. Он говорит, что написано Ад-Яврам Хошем. Потом Ад-Яврам Закинес. Два раза прошли. Говорит Барайса, мы говорим про первый раз и второй раз. От этого, говорит Гемора, это значит, что евреи должны были иметь такие же чудеса. Второй раз, как первый раз. Как первый раз. То есть, я думаю, еще? Ну, как, пошли туда, и город Евеково упал, и стены падали. Там было, там было очень много чудес. И еще, когда вошел в Израиль, то есть, там творилось, ну, и только было. Что, ну, большинство там не было, опять что-то, воевали. Воевали, должны были воевать. Потому что евреи должны были воевать. Это митсваза, воевать Израиль. Ну, а если бы... Кстати, немножко в сторону, но это тоже интересно людям услышать. Сейчас война в Израиле. И в этой главе мы читали тоже про две войны. Мы читали войну в Египет, египтянами войны, и этим. Интересно, египтянами написано, что оставим фараона, и он, чтобы рассказал всем, что были чудеса. Потом с Египтом все вещи не сказал, вам воевать. Всевышний сказал, я буду с ними воевать. Вы идите к территории, я буду за вас воевать. А когда речь идет про Амолык, Всевышний говорит, иди воюй с Амолыком. И уничтожи его. Почему разница? Две войны. Здесь одна война, здесь другая война. Ребы на это обращают внимание. Ребы объясняют следующее. Ребы много есть, но вкратце. Ребы говорит, египтяне были позади нас. У нас была задача идти к горе Синае. Поэтому, говорили Всевышний, вы делайте, что вы должны делать, не обращайте на них. Амолык стал в дороге к Дарване, к идти Торе. Тогда Всевышний говорит, вы должны идти к Торе, они вам мешают уничтожить их. То есть это простое. И поэтому есть следующее. Почему египтяне нужно уничтожить до конца? Не должны уничтожить до конца. Амолык нужно уничтожить до конца. Когда мы смогли. И так далее. И здесь нужно тоже помощь. Интересно, сегодня тоже люди говорят, здесь в Канаде поднялся антисемитизм. Нужно против него воевать. Нужно идти и объяснять всем вот это антисемит. И это то, и это то. Ребы интересно, он сказал, он говорит, я не слышал, что такое, что Гой, который не любит евреев, мы знаем, Галоха, Гой не любит евреев. Задача у евреев прийти этому Гою, объяснить ему, насколько он его не любит, это очень сильнее. Сделать из него еще больше бога, чем он есть. Он говорит, зачем вы тратите на это время? Здесь в Канаде мы должны заниматься нашим делом. Они нам не мешают служить Всевышнему. Значит, мы должны идти, продолжать свой путь и не тратить время с ними объясняться. Наоборот, делать свое. Учить свою Тору. Учить Го им, сябан, ван, учить их морали, рассказать им, как правильно и так далее. Это да. Это часть нашей работы. Они тратят время, чтобы с ними воевать. В Израиле другое. Они поставили евреев в опасность. Они мешают нам делать нашу работу. Там мы должны их уничтожить до конца. Каждого, это, если это Хамас, тот, кто хочет уничтожить это время, мы должны его уничтожить до конца. Кстати, в 67-м году, после нашей победы, все боялись, арабы боялись, было спокойно. Ребенок мог ходить в любом районе по всем этому. Когда я еще приехал, это было. Когда мы начали делать не то, начали им права, права, они подняли права, и теперь появились такие враги, которые, они враги просто убить еврея. Что, с 7-го октября у них был план завоевать весь Израиль. Такого плана вообще не было. Они понимали, что это невозможно. Они понимали, что они погибнут и так далее. Но сделать более не время. То есть, это враги, которые обязательно. Поэтому с ними, теперь они дошли, они не потомки Амолека, но у них подход Амолека. Поэтому его нужно уничтожить до конца. Каждого члена Хамаса это нужно уничтожить, потому что он на это подписался. И поэтому ему нужно... Подход Амолека 100%. Уничтожить до конца, чтобы не было... Реба тогда говорил, мы могли тогда повести так, что они бы не появились. Не было бы этой проблемы, не гибли бы евреи столько лет и так далее. Все это было бы обменено. Поэтому мы должны сказать, что гедр, понятие, вот эта структура вечной истории не относится вообще, когда мы учим объяснение псуки. или это физически, или это духовно. В любом случае, и даже если это... В любом случае, или это сусловие. То есть здесь мы видим, что когда Всевышний говорит что-то в Торе, у нас есть объяснение Брайса, что это говорится в первой входе второй. И на первой так и было, на втором это не было. это говорит о том, что объяснение в Торе, Тора вечна, объяснение в ней, и этот пируш не обязательно должен произойти в простом слове, как это есть. И вот это, Раба Гаврии, теперь мы понимаем, хидуш в нашем деле, так, как обещание в Тохасагула, оно стало части заповеди Оры Миклаут, что на это входит гедр, нитсхес, заповеди Торы, таким образом, что оно должно произойти по простому и в физическом мире. Потому что это одно из заповедей, это 613 заповедей, должно быть физически три города дополнительные. Так это в Израиле, когда расширится, это должно быть это. И таким образом, что здесь не может быть никакие изменения. Здесь Раба объясняет, почему вдруг Рамбом добавляет города убежища. Думаешь, Раба говорит, Тора написано, вечность. Раба говорит, вечность Торы имеет свои моменты, что это не значит, что каждый комментарий к Торе произойдет вот так. Что это, кстати, интересно тоже. Вначале Раба пишет, кто-то не верит в Мушеха, или это отрицает Тору. И он приносит, что слова этого Билова. Но слова Билова не написаны, что придет Мушех. Это комментарии. Это Пируш Хазал. Но на это Пируш Хазал видимо, нет другого Пируша. Здесь, видимо, есть еще другие Пируши тоже. Раба это не приносит. Но почему там Пируш написано, что Пируш говорит, что это значит первый царь Давид и второй царь Машех. Это может быть еще один момент, что как первое произошло, второе должно произойти. Но здесь про второй приход в Израиль первый произошел чудеса, а во втором нет. Да, там было много грехов, мы знаем, что пришли эти евреи, шли с женами нееврейками. И Эзер им сказал, извиняюсь, вы не будете строить храм, вы не можете участвовать в строительстве в храме. И Саташ он вел такую маленькую группу, и люди хотели прийти. Раба это говорил, когда закон Иегуды в Израиле, они говорят, нужно больше евреев. Раба говорит, учитесь от Эзера. Эзер построил второй храм. Когда пришли смешанные, он сказал, да, у меня не с кем строить храм, но с вами мы не можем строить храм. Я буду строить все, что есть. Все с нееврейками были? Ну, много имеется. Эти 40, значит, нет. Это еще и теористы были. Видимо, этих 40, или бы этих 40 была часть, которая с ним пришла, но когда подошли строить, он сказал, разводите, жена нееврейка, отойди, пожалуйста. Я вот не пойму, нанятые эгоистские руки не могут строить? Могут? Я почему говорю? Потому что он притащил много, там 30 тысяч. но они были те, кто рыли и копали в Ливане и принесли. Это нанятые, это другой стандус. Но это да, нанятые, но они не делали, не написано, что они строили это в храме. Они все приготовили. А это, видимо, можно с Гоаном. Это он сделал с Гоаном. Он приготовил из Ливана в Иерусалим приносить такие скалы. Там их, во-первых, вырезать их из туэта и привезти их туда и дерево. там было очень сумасшедшее сооружение. 80 тысяч человек работало у царя Давида. Потом у Соломона тоже внесли это все. На базе этого, теперь 9 глава. На базе этого мы можем понять почему Рамбан добавляет доказательства царя Мушеха от того, что было в городах Микра города убежища извиняюсь. И он называет это когда Всевышний расширит. И ты добавишь. И он говорит и никогда этого не было. И Тора не приказала это просто. Он пользует слова А мы это затронули уже, нет? Не помню сейчас. Глава 9 на 5 мы уже говорили. Нет, это 9 в 5 в каждой главе есть А это 5 глава 9 в 5 главе. Это 5 глава. Что с Рамбом здесь не хочет принести еще доказательства истории, которые написаны в пяти книг Моисея насчет царя Мушеха, но он приносит новые вещи. Новые вещи в серьезности еще тот, кто не верит в него дополнительно к тому, что он отрицает Тору Муше Робейну, потому что Тора о нем обещала, так он также отрицает, снимает одну из заповедей Тора. Потому что по его мнению вот эта деталь заповедей Орэми Клод не исполнится, не исполнилась. И на это пишет Рамбом в законе после этого. А тот, кто говорит, что какая-то митва непрактическая и не физически, не простом смысле, не физически, он явно бодой, обманщик гроши в Апи Кейнс. То есть он пишет он это по идее предусловие к тому, что появился Иисус и Мухаммад. Но он также говорит, что если ты не веришь в правом Машеиха, то есть таким образом ты берешь слова эти не имеются в виду практически аэта, так он отрицает Тору и Мушаравейну. Тору это то, что написано, что Всевышний соберет. Мушаравейну это то, что написано в Биловом, что это пророчество говорит именно про Машеиха. А теперь он приносит, он говорит, а тот, кто отрицает Тору, заповедь Тору смышлен, он говорит, он отрицает Тору. Ты к Рамбам вставил то, что мы должны верить в Машеиха, это тоже часть, которая написана четко в Торе о том, что оно произойдет физически. Поэтому это новое и поэтому Рамбам пишет дальше, Рамбам это поставил в отдельное галохо, потому что в первых двух доказательств он хочет доказать, что тот, что не верит в него, или он отрицает в Тору и в Машеиха Рабейну, потому что Тора дала нам Геида, Тора была свидетелем о нем. А в это доказательство приходит добавить еще одну серьезность в том, что это отнимает также от заповеди Тора. Что если ты говоришь а Машея хворобой будет то есть ты отличаешь что осталась заповедь останется несовершенна. А 613 заповедей это есть 9 это абсолютная заповедь. Что вроде если он отрицает Тору и Маше Рабейну что добавляет то, что он также отнимает от заповеди Тора. Он уже отрицает Тору и Маше Рабейну ну только заповедь какая разница. Я одну вещь не пойму. Должны быть еще 3 города. Какая разница кто это сделает? Когда будет Геула? Должны быть города сделать эти 3 города. Причем есть Маширка вообще. Потому что когда Всевышний добавит Кейни, Книзи и Кадмени вот эти 3 нации это будет когда придет Мушиах. Мушиах это когда будет освобождение и тогда Рабе говорит что кстати не надо будет воевать что эти 3 народа в Ишуа надо было воевать эти 7 а эти 3 когда Мушиах придет они их сдадут на этого не надо будет воевать война есть сегодня достаточно нам нужна еще война Рабе говорит что тогда будут все изменения первые 7 завоевывали эти 3 мир сдаст это будет часть изменения которую Мушиах внесет в мир они народы скажут им что это ваше пожалуйста с уважением а где это еще неизвестно я не знаю это нету я где-то видел 7 и 3 опять это где-то это охватывает что-то кажется Европу и на физическом уровне это тоже Хохмабенеда да потому что Германия это есть Кадмения то есть Исав так короче я не знаю есть многие разные мнения что я буду вам говорить я не знаю от Рэба я не видел четко Рэба не называл это не странно но Цаму для Эрцисреи я думаю что оно далеко но начинается Цаму там нет может это материки слушай Евразия Америка и Австралия там маленький это будет есть будет Галаха а потом будет Гидрумица Гидрумица вы должны взять а там уже а там уже не надо будет добавлять Орамик потому что это будем уже в следующем этапе Мущеха где уже не будет случайное убийство так вроде он говорит что же если он кофер что добавлять это но на базе того что мы говорили есть большая разница в законе Рэба говорит возьмем закон что тот кто говорит что он не верит в освобождение Гула потому что он считает что несмотря что нам обещали Гула в этом произошло изменение и аннулировалось это обещание випнехэ это за греха 53 так слушай в Гиморра Радвас пишет Гилл который был большой человек Гилл не Гилл а Зак Гилл в Талмуде и сказал что у евреев больше нет Мущеха потому что его уже уничтожили съели его во времена Хаскияху Хаскияху мог быть Мущеха и его съели то есть он не выполнил из этого и Гилл это мнение в Талмуде приносит это говорит Гилл не Гилл а Зак я понял если мы уже это говорим что про них надо а вы уже сами так говорите что нет так что он говорит и спрашивается как же так так что Гилл был хофер он говорит нет потому что он считал что то что было то что он учил он он зуб патур а он зуб патур радвас пишет как же этот Гилл мог так считать и я так говорю если бы этот Гилл был бы считал по закону что он куфер так бы как кто бы его кто бы его оставил кто бы его вставил в Тор если он куфер его слова ничего не стоят он говорит потому что он считал что это объяснение он не отрицал о том что Всевышний это обещал но он считал что как он понимал что мы Всевышний обещал эту правду но потом произошло это и это и мы это потеряли но ведь хорошее должно быть это как считал Гилл может быть это еще было до того закона как Рамбом вынес решение о том что пророчество должно произойти даже это не забудь что здесь это слой я не знаком кто до Рамбом принес этот закон это Рамбом первый кажется что хорошее обязательно сбудется плохое может не быть это Касарам первый сказал и то хорошее тоже говорит есть изменения там может быть не столько как есть написано что вроде как можно сказать что Тора его сказала что смысл что он отрицает в словах которые открыто в Торе как написано потому что он не отрицает почему он не кофер послушай потому что он не отрицает обещание которое написано это правда но вы теперь объясняете что это входит в это это я не понимаю все так запутано я уже сам запутался будет не будет раньше было понятно будет а сейчас может быть не будет дай бог кто-то так считает это Гилл есть же Рамб это мудрец да мудрец но после этого мудрец сейчас другой мудрец кавычках я тоже знаю как Гилл написано как можно в таком случае давайте мы здесь должны объяснить еще какой-то очень важный момент я вижу мы пропускаем этот Гилл в Талмуде был мудрец но никто не решил Галоха как него кстати почему Рама говорит потому что большинство все никто не приняли его он был да от яхид он было одно мнение почему Тора его рассказывает если это одно мнение которое это почему Талмуд всегда приносит даже то мнение которое явно еще во времена Талмуда уже было ясно что он да от яхид и закон никак зачем вообще это мнение такое вы проносите. Потому что есть ли эта вещь, которая может быть, есть такая возможность на это, так важно об этом сказать. О том, что потом закон решил не как он, потом, когда появится следующая умница, которая придет, и придет с идеей, тот, который Гилл уже имел, и скажет, ребята, вы пропустили здесь важный момент, может быть, такая ситуация, мнение Гилл. Одну секунду. А когда, значит, Гилл его принесли и его взвесили, и обсудили, и так далее, и потом вышел закон Аллаха. Когда это было? Это еще в Талмуде было? В Талмуде тоже ясно, тот, кто читает, видит, что это Гилл, это одно мнение. Те, кто учили Талмуд. Да, ну, просто человек может прочитать по-другому. Окей, но для этого у нас, да, и поэтому могут быть такие большие да иначе, но для этого у нас есть... Я говорю, это кто? У нас есть Рамбан, Аллаха. Это было тысячи лет после уже. Хорошо. А я говорю, да. Я говорю, факт, что Ёшка появился, потому что есть такое мнение, а вот есть мнение, что у вас уже не будет. Да, но там другое. Зачем давать кому-то такие мнения вообще? Мы сами даем это... Тот, кто ищет. Все равно ты должен сказать, что надо, но вот это доверие тому. Тот, кто ищет. Сколько войн из-за этого теста было, получается? Окей, так здесь еще один момент. Одну минуту. Здесь еще один момент есть. Когда Всевышний сказал Мушарабейну, пиши, что он пишет там? Нас создадим человека в моем... Мушарабейну остановился. То же самое, да? И говорит, Всевышний, здесь же будет очень много непонимающих, заблуждающих. Всевышний говорит, пиши, пусть заблюдаются, кто хочет. Но истина должна победить. И здесь то же самое. В этом и... И все люди, которые плавают сейчас, это то же самое. Вот в этом и особенность, то, что Рэбб показывает, что Рамбом решил эти все вопросы и сомнения и выдал это в законодательство, которое ясно. А люди приходят сегодня знатоки Торы, но они берут эти мнения в разных местах Торы и начинают плавать и путаться. Рэбб говорит, минуточку, у вас уже есть Галаха. Как вы путаетесь? Есть же Галаха и четко. И поэтому Рэбб проходит. А до Рамбома? До Рамбома. Опять большие евреи тоже знали. Ну так, опять. Когда Шапси Цвиете, там была другая проблема. Он отрицал основу Торы, что Тора не может меняться. И что это тоже Рамбом подчеркивает. Что Тора с заповедью никогда не изменится. Это он говорит, основа всех основ. Он делает начало в законах Муше. Это основа всех основ, ребята. Я говорю, это тысячи лет уже после как раз уже договора. Окей. Так ты хочешь знать, как было на эти тысячи лет? Там все было. Там не было Муше. Там все. Там не было Муше. Там не было Муше. Возможность была. Это то же самое, что Муше пропал. Что делать? Ну, все равно Муше. Так и здесь. Вам все вышло, что должно было быть оттест. Ты должен был все равно не отходить ни право, ни влево. Должен быть и Шмейли. Но теперь у нас есть Аллаха. И, кстати, и даже Дор. А что было в эти 800 лет от Рамбома Дора? Рамбом этого никто не понял настолько, как увидишь, что в нем есть Аллаха. Просто он отвечает на все вопросы, которые у тебя есть. И здесь, кстати, по ходу этого Раба отвечает на вопросы решений, охреним, которые не понимали Рамбома. Говорили, что он говорит? Почему это слово? Откуда? Что? Вот Талмуд другое. Это другое. Это другое. Опять-таки, пришло время, когда и это стало ясно. Дальше. Тут проверяется верность человеку. Лоялти. Да. Так это значит одно, да? Что тот, кто, он говорит, есть вопрос, он говорит, что если Раба говорит, что нужно подумать, если у него есть Дин Кейфер, когда он отрицает одно из комментариев, который может быть, да, может быть, нет. Дальше он говорит, он отрицает, он же не отрицает, что Тора говорит. Он всего лишь говорит, что это обещание может быть изменением. Вот так он это понимает. Но так как это освобождение является часть заповеди Торы, он на это все еще и говорит, что это обязывает, что здесь не могут быть никакие изменения в обещании Агеула. И это он говорит, поэтому тот, кто говорит иначе, у него есть закон Кейфер Батейра. Потому что если он верит, что это обещание Яр Хавашем, он верит, что то, что Бог сказал, я расширю и добавлю, это от неба, значит, когда он говорит, что эта деталь в заповеди уже была и она больше не нужна, а у Кейфер Батейра? Есть ли он говорит одно из комментариев, нет, так там еще есть мнение, или как это, но когда он говорит, это же часть митцвы, все Торы говорит, что когда Всевышний расширит, вы добавите еще три города, значит, Хахелел это не видел. Митцва должно быть. Окей. Он говорит, уже не надо. Окей. Есть, есть аргумент. Наверное, у него было какое-то объяснение на это. До нас оно не дошло. Я мне, по-любому, тоже три народа или три земли должно быть, где они? Если было уже. Или отменили. Ваший вопрос, каждый Аллаха, когда есть решение, и это Аллаха объясняется, почему, спрашиваешь, а что был тот, как он думал. Когда мы будем учить Талмуд, когда в Талмуде, так нужно понять, на что Хиллел это базирует. Каждое сомнение это Бгамба Нишамашил Бенедан. Окей. В Талмуде они все молодцы, коля кого дают. Но у каждого есть какая-то точка, в которую он где-то отклонился. Так я с вами не согласен. Окей. То есть это пшат, который вы даете ваше мнение. Я попробую поделиться, как я это понимаю, от слова Алтареба при слове Тане и в других местах. Каждый мудрец выражал мнение, которое является абсолютной, тот уровень, уровень его души. Это не Бгамба. Это не БГамба. Есть идеалы, есть отклонение к идеалу. Когда есть Бишамы и без Хиллы, Бишамы представляет гвуру, Хиллы представляет хэсэд, он представляет хэсэд на 100%. Шамы представляет гвуру на 100%. А нет Бгамба. Но что, когда из Хеседу Гбура это две линии Творца, потом после этого приходит Сам Всевышний и говорит, ах, делать я хочу, чтобы вы делали так. Сейчас. Вот это время. Сейчас. Вот это время. Сейчас. Когда придет Мошех, тогда будет новый Аллах. Потому что мы не готовы. Это из-за нас все. Это два момента есть. Это либо мы еще не готовы, либо мир еще не готов. Разные вещи. В любом случае, как бы это ни было, это не недостаток, не дай Бог, большам и безилам. Вы говорите слова. Поэтому, когда есть этот Гилл, который говорит, что если он был бы Кейфа, если это было бы не мнение Тора, оно бы не попало в Талмуд. Равина Раваша не вставляли в Талмуд, кто говорили глупости. Он вставили его. Его называют Рэб Гилл. То есть он имел какой-то из того уровня. А кто они сами Равина Раваши? Такие же, как и те, кто говорили. Ну, я что себе забраковал? Ну, я сказал, у каждого свой уровень Мишама. И они решали... Одну минуточку. Так Рамбам, которые приносят, и к Рамбам, допустим, приносят все законы, которые решены в Талмуде. Все законы, которые появились потом Туной Ван Роем, он будет рабом. Есть мнение... Или всегда их приносят? Мнение Ильиша Банавуя в Талмуде есть? Конечно. Ну, это все. Это все сказано. Одну минуточку. На Ильиша Банавуя никто не сказал, что это был... В тот момент... Да, в Ахре. Есть его мнение, но его называют... И он называет Ахр. Другой сказал. Его имя, если его описывают... Есть там тоже то, что евреи сделали... В Мацаде, когда себя убили, это Тора упоминает тоже. В негативном плане. Не в позитивном плане. Не имели права этого делать. Они были герои, но не еврейские герои. Еврейские герои так не поступают. Не это еврейские герои. Он должен делать все, что может, и становиться в лаках Бога. Да, по счету было невозможно избежать. И они считали лучше, выгибнуть в своих руках. Это ты считал. Всевышний так не считает. Ты не имел права. Мы говорим о том, что когда есть в Торе мнение, это мнение святое, выдержанное где-то в Торе. Для этого есть великие мудрецы, которые объясняют, какое место оно имеет в Торе. И про Гилала я незнакомый, какое это... Но в любом случае он считал, что во время Ехеска был такой промах, такая большая ошибка еврейского народа, что потеряли это обещание Мушиеха. Но он этого не знаком. Поэтому есть очень многие, которые спрашивают, почему Мушиех вообще основа. Этого Аута Ребе раскрыл в 36 главе. Потом Ребе показывает, что это есть рамба, что это не награда Мушиеха. Многие думали, что Мушиеха это награда. А Мушиеха это смысл творения мира. И поэтому в этом не может быть изменения. Поэтому оно основа. Почему они ошибались? Они говорят, есть у Мушиеха основа. Вообще даже нет заповеди Тора. Ты мне говоришь, что есть 13 основ всего иудаизма, а приход Мушиеха вообще не входит в заповедь Тора. Но это просто. То, что Ребе как и объяснил. Но я сам и даже не додумался. Но как Ребе объяснил. Он говорит, что цель, она не может заповеди продолжать. Но это был, это Хасам Сейфер. Ну и кто такое Хасам Сейфер? Ребе его проносит из-за Галахас. А это он ошибся или нет? Он это... Хасам Сейфер ошибся? Не ошибся. Он это не понял. Окей. Вы это называете то, что я говорю другими словами. Все это. Говорит ошибка, если он не понял. или это не ошибка? Это до него не дошло. Это потому, что нужно было, чтобы другие кто-то не понял. Ребе когда это упомянул на Форбринген в 62-м году на его день рождения, Ребе плакал, когда он повторял слова Хасам Сейфер. Ребе плакал, что Мушиеха это... Ребе, вот это не награда, Мушиеха, это иуд. И здесь Ребе говорит, потому Рабам это и соснова. А почему нет втория? Потому что придет Мушиех, и это уже позади нас. Так вера в Мушиеха, вера ожидать его, он говорит, это временно, но сейчас это западет, а потом она прошла, поэтому это не в Торе. То есть опять, это совсем другой размах смотреть на Тору, то смотрит Тору в ее интернете, в ее абсолютстве. Это есть... Если это какой-то этап все равно, после него уже все будет... Не этап, это смысл творения мира. Мушиеха. Ну да, он доведет мира до того момента, для чего Всевышний его создал. Всевышний создал мир для Дирбетахтейни, когда это произойдет, когда заповеди Торы. Во-первых, бречь из Бора, когда выполнится. Второе, когда выполнится то, что Муша Рабиин дал Тору, что имело в виду, не только евреи будут делать Тору, он также там дал всем заповедям для всего человечества и также сказал, что это Тору всему миру, весь мир замер. Почему мир замер? Мушиех пришел и сделал. Цель это не сам Мушиех. Цель это то, что он сделает. Ну хорошо, это fine. Мы будем в этой эре жить на вашем... Во-первых, в этой эре. Во-вторых, если мы учили, мы еще дойдем до этого. Рамбом начинает, когда придет Мушиех, он говорит, первое, что Рамбом говорит, он вернет царство царя Давиду. Что такое здесь такое великое царство Двора Давида? Оно было тогда. Хорошо, тогда дело хорошее. Зачем нам нужно сегодня, две тысячи лет спустя, царство царя Давида? Уже настоящее понятие боязнь Бога, связь между еврейским и со Всевышним, это достиг, в этом задача царя. Первый, это царь, который это начал делать, это был царь Мушиех, да, царь Давид. Это же сделает Мушиех. Рамбом, кстати, говорит о том, что приход Мушиеха еще до того, как он сделал и все остальное. Само факт, что он проявляется, он уже добавляет в иудаизм и то, что Рамбом говорит, вот это мы ждем тысячелетия, что он вернет царство царя Давида. Потом он начнет действовать, делать это, 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 и доведет до совершенства заповедей. Но его проявление, это уже величайшая вещь. Это он тоже есть. Раби Раби Аперот, это в словах, в словах Рамбома показывает, как оно в Галахе там. Мы это всегда видели в Сибис, но в Рамбома этого не видели. Дальше. Можно сказать, еще одну разницу, когда он говорит, что они верят в освобождение, которые приходят из-за того, что он объясняет эти слова в Торе. Он их объясняет иначе, объясняем Торе, что это непростой смысл, что это освобождение будет только в духовном плане. Он говорит, да, все в Торе написано, это истинно, но это имеется в духовном, это не имеется в физическом. Что вроде нельзя, тогда нельзя на это сказать, Кейфорбатейр в Мехе Робейну, потому что он же согласен, что то, что написано в Торе, это истинно. Он не спорит с словами Торе. Но что он говорит, что смысл, это Тор, это не в простом смысле, а это имеется в виду что-то другое. И поэтому, что ты хочешь, как ты можешь его назвать Кейфорбатейром? А даже если скажешь, что это против правил, что инвейк, рейтим и депшуты, есть правило, что простые слова Тора, их нельзя вынести из простого смысла. В них можно добавить много смысла, но не исключить простой. Нужно еще снять, или на это включается, вот это правило, Кейфорбатейр в Мехе Робейну, потому что он понимает смысл этих слов, не по-простому. Есть это, так сказать, митцвы, понятно, если он говорит, что это комментарий, он понимает, что это не по-простому, это на более духовном уровне, как есть многие комментарии к Торилме. Вы же знаете, или это еще входит, но с другой стороны, о том, что Гула, когда Гула стала часть заповеди Тора, Ребе здесь, кстати, что Ребе здесь делает, это приносит, как Рамбам это решил, и объясняет Рамбам, и как это в Талмуде решено, Гилл, это вины, то есть это был великий еврей, его вставили в Талмуд, то есть это было мнение, он сидел с мудрецами и говорил свое мнение. Его не приняли, он был даос-йохан, но его вписали в Торию, он же имел базу на это. Ребе здесь не входит, почему он так считал, Ребе объясняет, почему теперь Рамбам, что на духовном, он говорит наоборот, Шакадан, написано в Торе, есть объяснение, он может это понимать иначе, и это он еще не Классарба Тора. Это, кстати, дает объяснение, как мог Гиллу такое думать. Но так как это Гула стала частью заповедей, и поэтому, когда ты говоришь, что Гула это не по-простому, так ты выводишь простой смысл заповеди. Не просто слова Тора там о рассказе, или какое-то обещание, а часть заповедей Тора, что Тора говорит, и ты говоришь, это не имеет в виду. А тогда на это входит. То есть по решению Рамба, на сегодняшний день выходит мнение, Гилл это Кейф Роботеев. Это Кофр Роботеев, по сегодняшнему мнению. Тогда еще это Алоха не было. Поэтому он не был еще. Я говорю, это Алоха, а котически, Алохически, это первый был Рамбов, до этого не было Алоха. Так вы сейчас сказали, что я сказал. Окей, но опять, тогда это не была ошибка. Тогда это было возможное мнение. Я не понимаю. Есть разница, потому что между этими временами кто-то мог думать, как он, и он был окей. Послушай, когда было на горе Сина. А сейчас же нет. Да, дай мне, когда на горе Сина, евреи услышали, Шма, Исрол, Ашем, Алакейн, Ашем, Аход, Бог один. И что они поняли по-простому, Бог один, нет второго Бога. Однако они понимали, да, есть мир, есть люди, есть много вещей, Бог только один. Так тогда это не была ошибка. Тогда им еще не открыли больше. Сегодня, когда появился, то есть тысячелетие, пришел к Сидосе, сказал, что Ашем, Аход имеется в виду, что нет ничего, кроме него одного. Сегодня, который говорит, но Бог он один, но есть еще много вещей, кроме Бога. Так это уже, здесь это уже ошибка. Тогда это не была ошибка, и они не раскрыли. Окей, об этом речи. Так Рабхилл в то время не заметил то, что Рабхилл... В смысле все, что в Талмуде сказано, там не то, что... Сто процентов? Там есть, не только не то, что там есть глубокий смысл, и это истина, с точки зрения определенного уровня. Когда по-другому не могли... Да, экзактно. Не было еще раскрыто. Я принимаю. Ашгаха Протис, решением, тех, кто говорил, до Рамбов, времена Рамбов и еще, были те, кто говорил, Ашгаха Протис, это именно на еврейский народ. А что? Именно на еврейский народ. Всевышний не смотрит внимательно за всеми гойами. А пришел Балшемтов и рассказал, что Ашгаха Протис, это даже на каждый листик любой дерева, как оно падает, сколько оно крутится, на каждую деталь минимальную, тоже Ашгаха Протис. Раньше об этом не знали. Балшемтов рассказал новую вещь, которую раньше об этом не знали. Это не была ошибка, потому что это был на том уровне, это то, что они знали. Окей, я принимаю. Я бы даже сказал, что это было немножечко у меня неправильное место. Ну, так теперь немножко с ней и с ней ставим. Окей. Для этого мы учитываем. Десятый параграф в пятом. Но это значит, что сегодня ты можешь быть несогласен с Гудом. Нет, ты не можешь быть несогласен с Рамбом, Галахом. С Талмудом все не согласен. Если ты не согласен, да, с Гилл, ни Галахо, ни Кокон. Но ты можешь его учить, понять, на чем он базирует. Это тоже учение Тора. Он, Гилл, понятно, не обратил внимания на то, что Рамбом раскрыл, что такое Орамикло. Кстати, до Рамбома, с Козьего Рамбома, но до Рамбома, прошло восемьсот лет после Талмуды. Закрыл глаза, чтобы я принял внимания. До Рамбома. И эти великанщики, которые не понимали, почему это основа в Торе. Рамбом это приносит. И Рамбом это просит третьим доказательством, отдельно Алоха. Рэбе с этим раскрывает и говорит, вот здесь ответ на полно вопросов. Почему это отдельно Алоха? В этом особенное, что Рэбе делает здесь, который отвечает на все вопросы, которые были сетними летами, величайшими мудрецами, которые не сомневались и не понимали, что Рамбом, чего он говорит. И этим путем есть также объяснить еще одно ударение в выражение Рамбом. То есть Рэбе учит каждое слово в Рамбе, оно что-то говорит. Почему он добавляет слово, почему он пользует это слово, а не другое слово. в этом, это все, что он написан на Мепарше с Билом. Он говорит, что даже в Парше с Билом и том, есть порочество про два машеха. Вроде непонятно, что он подчеркивает, что там было это невуе. И тяжело сказать, что он это говорит, потому что Билом добавит, шомниво, потому что если нет, мы бы думали, ну это слова Белама, причем здесь слова Белама писана в Тории, так мы должны это верить. Он говорит, вот это то, что Рамбом говорит, шомниво это пророчество, а так как Мейша Рабейну это вставил в Торию, так это стало пророчеством. Так что можно здесь сказать, что в этом есть смысл Рамбом, дать нам знать, что в этом есть еще одно обязательство, что тот, кто не верит в царям Ашиеха, дополнительно к тому, что он кофр в Атура, и в Маше Рабейну, он также кейфр в словах пророка. Билама. Пророка, которое написано в Тории, да, это сказал Белам, но Мейша Рабейну это вставил в Тории. Очень хорошо. Так кто-то скажет, что расчет Рамбом, о котором он пишет, как узнать, то есть все это скажет неправильно. Когда он это скажет, когда это было в мудростях у Ивана, у этих, у греков? Нет проблем, ты можешь с ними спорить, но когда это стало часть Тора, теперь это истина. Что ты думаешь о Рабейне, что вы сказали? Мейша Рабейна, пяти книг Моисея? Или не советуют с Сивишем ничего? Хорошо. That's what it means. Мейша Рабейна поставил, это значит, что Сивишем поставил. Это то же самое. Это не разделяется. Это поэтому то, что Хоседка, Раба сказал, Раба сказал, Сивишем сказал. Это одно, потому что Раба не говорит то, что Сивишем не сказал. Мейша Рабейна, нет ничего своего. В чем была ошибка Кораха? Корах считал, Мейша Рабейна, когда учил Тору, все изменение Кораха же было от Миши Рабейна. Он же от Сивишем сам ничего не получил. Значит, он доверял Миши Рабейну. Он сказал, все, что он отлучил, да-да, а вот теперь, он сказал, что это уже свое, потому что я это понимаю иначе. Вот это была ошибка, Миши Рабейна, нет своего. Мейша Рабейна сказал, как сказал Амрам, не Амрам, этот, Колов Бенифуна, да, если Мейша скажет, поднимемся на лестнице в небо, так все говорят, о, хорошо говорит, то есть он с нами, поэтому они стали тихо слушать. А он сказал, а если он скажет, сделаем лестницу, у нас тоже получится, несказано, что невозможно, как можно на лестнице подняться в небо. Глупо. Однако, если Мейша Рабейна скажет, нет проблем. Дивры, поэтому он его называл, он сказал, Бен Амрам. Он сказал, он его так пользовался, сын Амрам, он сказал, все, он на нашей стороне, да, Беззилзюл, он говорит, он на нашей стороне, давай его послушаем. Он не из фанатиков, он из тех, которые думают, нормально, давай его послушаем. Так где он говорит, это то, что слова Тора, они более строгие, чем слова пророков, тем не менее, мы находим, что в словах пророков, есть тоже более строгость в сравнении к Тору, что наказание, когда кто-то нарушает Завен Тора, зависит, какой грех, маленький грех, несерьезный грех. А когда он нарушил слова пророка, там нет разницы, что сказал пророк. Или это в Торе, или это решусь, иди домой. Это не заповедь Тора. Он не нарушает слова Тора, он не послушен царя, он заслуживает смертную казнь. с Миссу Бедышима. Что когда человек нарушает слова пророка, они имеют в себе особый... Пророк или царя? А? Пророк или царя? Молд. Да, это есть... Царь, это Миссу Бедышима. Когда пророк, это Миссу Бедышима. Когда нарушает слово царя, это Миссу Сабли. Это... Да, Сан-Эдрин выносит смертную казнь. Что можно так же сказать, потому что сила дать причину, почему это так. Потому что тейки в слова Торы, они намного сильнее, чем слова пророка. Тем не менее, для людей есть более строгость в словах пророка. Несмотря на то, что слова Торы сильнее, чем слова пророка. Почему? Потому что пророчество, это написано Хакел Менавэзмлиодом. Всевышний посылает пророчество людям. Это знание, которое приходит от Всевышнего в сердце людей. А так как это раскрыто, слова для людей, поэтому так как это влияет на людей, в этом есть более серьезно, чем слова Торы. Потому что когда Тора было сказано, Тора не было сказано льна. Тора было сказано всему человечеству, всему творению шире. Потому что то, что мы, Шарбин, стал на горе Синаи, весь мир должен поменяться. Но мы являемся первыми и главными, которые должны вести к этому. Но не только евреи должны поменяться, не только Гои. Весь мир, законы природы поменяются, станут так, как Всевышний сказал в Торе. В это есть для евреев и для Тора был создан мир. Значит, весь мир должен подойти и обслуживать вот эти две вещи, евреев и Тору. Значит, не может быть в мире что-то, что не помогает еврею, не может быть в мире что-то, которое иначе, чем говорит Тора. И поэтому он говорит, неважно, какое это обещание, если он нарушил, он хаев мисел, без разницы в чем он не послушал Пророка. А в этом мы видим хумры в сравнении с Слава Тора. Даже там, где это не запрет, что он нарушил слова Пророка. Потому что он это не слышал от Пророка. И в это Тору, которое мы сказали, мы это не слышали от Пророка, мы это слышали от Машаруэйну как закон. И вот это смысл с Узрамом говорит, вешем Нива. И там он пророчество про Билама. Зачем Брамбан добавил Шом Нива? Сказать, что когда речь идет о Машархе, у тебя есть еще одна вещь. Когда ты пропускаешь Нива, Нивуа, Шам Там Нива, он говорит, Парши с Билом, Шам Нива про два Машарха, про царя Давидуэйца. Намекнуть, что то, что не верит в царь Машарха, в нем это есть. Также и вот это нарушение слова Пророка. Кроме нарушения слова Тора, заповеди Торы закончилось здесь. Так здесь тоже есть тот момент, что он нарушил слова Пророка. Для этого выходит, что эти три доказательства, которые Рамба приносит, учат нас, что то, что царь Машиах и написано во всех отрастях Тора. Рамба приносит три. Что это за три? Они есть в рассказах Торы, обещаниях Торы, как мы видим в Паршине Цове. Там это пророчество Торы. То есть есть в рассказах Торы, потом есть пророчество Торы, как написано в Паршине Билла, и потом это и есть в заповедях Тора, как мы это видим в Орам Икл. Когда Багалыч вот эти три доказательства, Рамба захватывает три момента. Рассказы, обещания в Торе, пророчества в Торе и заповеди Тора. Заповеди Тора это самое сильное, и поэтому он это поставил в отдельные Галоха, потому что это самое сильное. Первые две это рассказ Торы и пророчество Торы, где в них еще могут быть изменения в определенных ситуациях. И поэтому тот, кто не верит царя Маши, это дополнительно, что он нарушает Тор и Мушарабей, но он также кейфер в пророчествах Тора, и также кейфер в заповеди Тора, которая должна стоять всегда вечно без изменений. Рэба оставляется еще одиннадцатая глава, на этом мы закончим сегодня по идее пятую. Здесь он говорит, Рэба говорит, еще остается вещь, которую нужно понять, почему из всех заповедей Торы, где мы видим Мушиаха, это именно деталь в митцве Орамиклах. Почему из всех шестьсот тринадцать заповедей в Мушиах доказательства истории это именно в Орамиклах. Так сделал Всевышний. Да, почему? Рэба говорит, сори, бир, в Майтайме, почему Всевышний не Рамбом? Рамбом не было другой митцвы. Рэба идет дальше. Почему Всевышний сделал так, почему мы пришли именно в этой митцве? Это единственное, что не было? Да, это единственное митцве, которое сказало, что с Прошехом исполнится полностью. Все шестьсот тринадцать у нас целы. Но еще добавили из страны старья. Одна старья, конечно. Кроме этого все исполнено? Нет, не все исполнено. Все заповеди в Торе ясны. Как их делать? Все остальные заповеди когда-либо были сделаны. А, ну да. был Йовел, были Бзарши, это приношение, был Шмидт, все было. А это еще три города никогда не было. И сказал, что это будет. Рэба говорит, что здесь это уже причина, почему как Всевышний вставил эту сутку. Это Нина, Рамба, почему ты выбрал эту. Другой нет. Рэба говорит, задача по-простому это аж охрана от того, кто приходит освободить, то есть мстить за пролитую кровь. Так как человек, который случайно убил кого-то, так вор и миклот, он не может его тронуть. Да, в этом смысл закона в миклоте. Так, Рэба говорит, так как это есть вор и миклоте вместе, оно также есть во времени. Есть время вор и миклоте, в то время, когда там не будет ни голод, ни войны, ни ненависти, ни это, и тогда нужно быть клит от всех вещей, которые нехорошие в время голоса. И евреи будут сидеть на своей земле, и тогда тоже должен быть это будет ору и миклот. Это будет, они во времени уйдут от того, где будет возможность кто-то их будет им мстить или их наказать за что-то было. Рэба говорит, есть еще и третье. Также в духовном плане, как известно, что Оры и миклот показывают на клиты, которые спасут его от Ейцар-Гара. Ейцар-Гара именно называется этот Гэл-Гадан. Ейцар-Гара говорит тебе согреши, и потом он приходит мстить тебе за то, что ты согрешил. Как говорят мудрецы, Слова Тора являются как город и убежи тебя спасают от всех невзгод, которые ты заслужил или то, что есть вокруг тебя. И как по-простому за городом Миклот они являются, так же Капора снимает грех тот, кто убил душу. Это так же и духовно. Потому что когда мы говорим убил душу, это говорит каждый грех, каждый грех это приносит ущерб душе, приносит пятно и ущерб душе, так слова Тора, которые он учит, влияют к Лито и Капору на все. Оно очищает этот грех и очищает душу. И вот эта связь этой мисты с приходом Мишииха, потому что только тогда, когда придет Мишиих, закончится очищение еврейского народа от всех вещей, которые когда-то что-то было. Не будет ошибок. Не будет ошибок и будут исправить. Да. И все наши, мы все где-то согрешили, где-то все убили что-то в душе. То есть частица, как написано в законе, или ты убил полностью человека, или ранил его, это тоже убийство. То есть мы весь еврейский народ за все эти тысячелетия сделали где-то ошибки, поэтому Роба говорит, что Всевышний вставил Пропроход Мишииха именно в заповеди Пропроход Мишииха, потому что тогда произойдет клита Орым Миклот по-простому. Теперь мы понимаем, зачем нужен Орым Миклот, когда Мишиих придет. Что Орым Миклот это не только физически убил, это имеет в виду каждый грех, который когда-либо был. И Роба говорит еще одну вещь, еще одна, Алдера Харемес, еще на уровне намека Роба добавляет двенадцатый, что то, что Рамбом ставил на доказательство освобождения Орым Миклот, отдельный Малоха говорит о том, что совершенство, которое будет во времена Мишииха, ее нельзя сравнить с совершенством, которое будет в мире. Потому что первые Малоха, первые два, это совершенство в Галуте. А это он поставил отдельно, потому что то совершенство, которое будет с Орым Миклот, с Мишиевом, это будет совершенство, которое никто никогда, никогда не было бы. То есть это скакребет довел, а для чего они? Это что, двенадцатая это было? Ну, двенадцатая голова в пятом. Следующим мы будем шестой. Двенадцатый поинт. Да, двенадцатый поинт в пятом. Ну, здесь просто это Аллахея, потом он объясняет, почему Орым Миклот. Да, это сейчас интересно было в времени еще и в понятии. Да, но здесь он уже идет, почему Всевышний сделал, да, Рамбом это нашел в Таллодзе, в законе, который никто не видел, это Орым Миклот. А Рэмм это объясняет, почему Всевышний туда вставил. Так мы все будем в Орым Миклот жить в этом смысле. Вот это и есть Растухсида является раскрытие Тору Бушеха. А Рабы там раскрывают еще больше, начинают раскрываться вещи, которые никогда, никто никогда не замечал и не видел. Растухсида